Представить сегодня мегаполис без подземки невозможно. Большие расстояния, огромное количество людей и машин на улицах, бесконечные пробки и заторы – с этими проблемами успешно справляется метро. Удобный и недорогой вид общественного транспорта принимает на себя основной удар пассажирских перевозок в городе и при этом несет ответственность за безопасность каждого пассажира. За свою практически 60-летнюю историю киевский метрополитен останавливал работу всего единожды. В 2014-м, во время событий революции достоинства, все остальное время столичная подземка не знала выходных. Своей паутиной туннелей дорог она связывает самые отдаленные уголки Киева. Семь дней в неделю, с раннего утра до позднего вечера, открывает свои двери для пассажиров станции метро. Они не похожи друг на друга, каждая имеет свои особенности и даже личную историю. Например, у конечных станций подземки своя специфика. Отсюда начинают маршрут по Киеву жители пригородов. И наоборот. Здесь составы метро высаживают пассажиров, чтобы с пустыми вагонами отправиться в депо. А иногда на конечных станциях происходят совершенно невероятные случаи. Сотрудники подземки называют их чудесами. Лет 17 назад, 14 октября, день покровы Пресвятой Богородицы. А до этого у нас было все время, каждый день на протяжении недели падение на путь под поезд, под поезд, под поезд. Ну, смертельных случаев не было, но коллектив, конечно, трясло изрядно. Потому что выйти с этой стрессовой ситуации, вытащить человека, который прыгнул на путь или упал на путь. И вот 14 числа первым поездом приехала в первом вагоне вот такая вот икона Пресвятой Богородицы. Вот по сей день она охраняет нашу станцию. Я считаю, что эта икона вообще защищает нашу станцию, наш коллектив и людей, которые здесь ходят. Героев Днепра. Эта станция мелкого заложения стала северной конечной на синей линии столичного метро. Выходы из нее ведут на Оболонский проспект и одноименную улицу Героев Днепра. Станция была открыта 6 ноября 1982 года вместе с Минской. Тем самым полностью на тот момент покрыв потребности Оболони в транспортном сообщении с другими районами Киева. Это было огромным плюсом, потому что жиломассив этот развивался очень активно на тот момент. Транспорт от него очень сильно отставал, развитие транспорта. Если раньше можно было добираться там час, не знаю, полтора до условного там центра Крещатика, то после открытия метро на Оболонь, то есть можно было добраться буквально за 10 минут. Героев Днепра построена по типовому колонному проекту, но при этом имеет нетипичное архитектурное решение. Своды подземного зала станции опираются на два ряда колонн, облицованных мрамором благородного красно-коричневого оттенка. Торжественность пространству придают светильники необычной конструкции. Они украшают каждую из колонн и в итоге получается целый коридор из факелов желтовато-белого цвета, как символический зал памяти. Платформа выложена гранитными плитами темно-красного цвета, а дополняет образ оформления путевых стен. Стены облицованы ракушечником снизу и мрамором каэлга в верхней части. А между ними авторы использовали разные виды полированного камня, чтобы создать полосу в виде наградной ленты Ордена Славы. В память о героическом форсировании Днепра в 1943 году. При этом еще до открытия станции в вестибюлях предполагалось разместить витражи на военную тематику. Но по разным причинам они там так и не появились. Декоммунизация этой станции коснулась. Раньше на станции на путевых стенах были щитки с эмблемами родов войск, которые принимали участие в форсировании Днепра. Вот сейчас эти щиты удалены, и путевые стены в этом плане остались частично голые. В основе оформления станции лежат исторические события из жизни столицы Украины. Это были военные действия на Днепре во время Второй мировой войны в 1943. За всю историю этой войны больше не было прецедента, когда мужество наших воинов было отмечено таким количеством наград. Поэтому героев Днепра еще называют станцией защитников Киева. А изначально в проектных документах она была обозначена просто – Абалонь-3. Как, собственно, и остальные станции в этом районе. В то время окончательная планировка Абалони еще не была утверждена, а точное расположение и количество станций в жилом массиве неизвестно. Тогда их называли одинаково. Разница заключалась только в цифрах. Нумерация была последовательной – с юга на север. Сегодня только старшие поколения киевлян помнят старые схемы в вагонах столичного метро. Например, в 70-е годы там можно было увидеть название несуществующих еще станций подземки. При том, что столичное метро тогда состояло только из одной линии, на схеме их было целых четыре. Нынешние три и еще Приднепровская, которую так никогда и не ввели вдоль левого берега Днепра, были не просто линии, а на этих линиях были станции. Как сейчас помню, я тогдашней еще своей детской хорошей памятью учил наизусть названия этих будущих станций. Мог их процитировать. Ну, некоторые названия, кстати, как были запроектированы, так и были построены в результате. Но вот, например, вместо нынешней станции Аболонь, Минска и Героев Днепра были станции под проектными названиями Аболонь-1, Аболонь-2, Аболонь-3. Так что пассажир мог изучить перспективы будущего строительства метро, но пользы практической от этого, конечно, не было. Это только путало. Позже схемы заменили на корректные и более понятные. Очередные перемены в метрополитене коснулись навигации. И связаны они были с языковой политикой. До этого времени все объявления в вагонах и указатели на станциях были на украинском языке. В 80-х их стали делать на русском, а название станции на путевой стене дублировали на обоих языках. На путевой стене и сегодня можно рассмотреть следы от старых букв. А начиная с 90-х уже при независимой Украине снова перешли на украинский язык. Но какие бы изменения ни происходили на поверхности, под землей всегда одинаково серьезно относились к безопасности. Каждый состав в метро везет примерно тысячу человек, а в часы пик и того больше. То есть в 50 составах, находящихся на линиях, одновременно едет примерно 50 тысяч пассажиров. Кроме того, еще около 20-30 тысяч на эскалаторах и платформах. И каждого из них нужно доставить к месту назначения в срок и без происшествий. В мире бывают ситуации, конечно, когда горели у нас поезда метрополитена. Слава Богу, киевский метрополитен нет у нас таких пока сложных ситуаций, чтобы мы имели такие потери. Но тем не менее на эти ситуации тоже у нас персонал готовит, обучается. И как персонал метрополитена, так и вместе в взаимодействии с пожарными частями города, службы назначенных ситуаций, проводятся учения ночные обязательно, чтобы люди знали, как себя, те, кто будет тушить пожар, не дай Бог, да, чтобы знали, где что находится, как подключаться, как выводить людей, куда выводить людей и так далее. Когда пронзительно звучит сирена, значит, случилось ЧП. После этого сигнала станция переходит на аварийный режим работы. Увага всем! Увага всем! Внимание всем! Внимание всем! Пожар! Прибывающий поезд по первому пути, четвертый вагон. Проводим эвакуацию пассажиров. Всем работникам станции собраться у дежурной по станции. Всем работникам станции собраться у дежурной по станции. Такие учения обычно проводят ночью, чтобы не мешать работе метро. Тренировки проходят регулярно. Их цель – отработать взаимодействие всех служб, участвующих в ликвидации возможного ЧП. Причем в абсолютно разных вариациях. На станциях, в тоннеле, на соединительных ветках или на открытых участках. Пожарные спасатели должны быть готовы к любой ситуации в любом месте метрополитена. Активная фаза учений начинается ближе к двум часам ночи. На вызов в метрополитен приезжает первая группа спасателей. Главное для них – точная информация от сотрудников подземки о том, что и где случилось, и получение специального допуска. Ведь перед проведением работ нужно отключить подачу высокого напряжения с рельс, и только после этого группа отправляется в тоннель. Главная задача – спасение людей, оказавшихся в опасной ситуации. В задымленном туннеле и на самой станции не должно быть паники. Эта задача ложится на сотрудников подземки. По инструкции они вместе со спасателями проводят эвакуацию пассажиров. И в случае необходимости самостоятельно используют станционные огнетушители для тушения пожара. Их число зависит от площади станции и количества служебных помещений. Тем временем на станцию прибывают новые подразделения спасателей. Они прокладывают пожарные рукава, магистральные линии для подачи воды. Подключают их к станционным скважинам с артезианской водой. На платформе Героев Днепра, например, их целых три. С виду обычные люки в полу, закрытые чугунными крышками. Алгоритм действий всех служб отработан до мелочей. На случай, если будут обнаружены пострадавшие, есть специальные носилки. На подобные вызовы всегда прибывают кареты скорой помощи. Они дежурят возле выхода со станции метро. После трех часов ночи станция пустеет. Учения окончены. Спасатели собирают развернутое оборудование, а подземка готовится принять первых пассажиров. До открытия остается всего несколько часов. Конечные станции метро в столице, как правило, одни из самых оживленных. За счет большого количества людей, приезжающих в Киев из пригородов, пассажиропоток тут стабильно высокий. Для лучшей пропускной способности вестибюли на Героев Днепра были сделаны по индивидуальному проекту и занимает большую площадь под автомобильной развязкой на поверхности. Сложная конструкция, состоящая из самой станции, пешеходного пространства и автодороги, в свое время сделала этот комплекс на Героев Днепра уникальным во всем городе. Еще интересная особенность этой станции, то, что она была вписана в такую круговую развязку, которую сейчас мы уже не видим, потому что сверху был построен торговый центр, и оба выхода со станции выходили в этот круг, и можно было очень удобно так разойтись в разные стороны, в любую точку такого вот этого кругового перекрестка. Там даже была такая небольшая, ну не небольшая, а такая вот псевдообщественная зона, то есть там были клумбы, лавочки, вот впоследствии это все оттуда ушло, появились киоски, потом просто такое плиточное поле, потом снова киоски, потом в итоге появился торговый центр. Самая северная станция Киевского метро. За ней расположены только оборотные тупики подземных туннелей и электродепо «Оболонь», обслуживающие синюю Аболонско-Теремковскую линию. Эта станция когда-то поставила уверенную точку на транспортной карте столицы, в то время как южная часть этой линии до сих пор рисует многоточие. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция. Субтитры создавал DimaTorzok